здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео хочу вам показать в общем в комментариях подписчик один спрашивал а как же они там расплодятся откуда вы знаете как они там внутри в яме венес бы шмелзал сейчас я вам покажу короче трудолюбивые до безобразия вечером заходил все было нормально это кстати выход или хотя снять это самое давайте сейчас посмотрим танька кстати тебе сейчас увидишь в общем утром там еще ничего не было я потом засыплю мамочка королица она столько шерсти на драма она сама высаяна осталась конкретно да так обрывает себя там наверно вообще прямого и пузо в общем кролица буквально за ночь откопала себе ну как она решила в самом безопасном месте прямо под входом выкопала нору нет чтоб нормально у себя в норе там сделать ну ничего я думаю все у них получится нет как выводок уйдет я ее закопаю и досками обобью здесь тоже еще один момент хочу пообивать все досками чтобы они не это самое о шевелится на них вот таким же образом происходит размножение в яме при этом любая у каждой уважающейся кролица она роет свою яму даст свой маточник они в чем достоинство никогда она не будет в старой норе в чужой там или в своей выводить крольчатку слышь такое сзади такой грохот только чтобы я ногой шевельнул если бы все в мою сторону побежали меня бы наверное затоптали насмерть елки но пока не видно малышей это только сегодня первый день какой сегодня число 7 апреля 2018 год это тут одна меня утомила я уже три дня закапываю за ней потом но этой ночью она так она быстро так ты понял вот это она постаралась они по-детски до капала тружица при этом яма была закопанная как обычно беру опаду и по привычке иду ее закапывать ну как всегда думаю ну как где-то меньше чем на нас кулак то меньше кулака только голова чтобы залезли не чтобы они не задохнулись она полностью вот помнишь сбоку была яма полностью закапывала я так понимаю в яме происходит то же самое она полностью ее закапывает яму она как перед гнездом засыпает и вверх остается что воздух проходил вот это все говорит о том что они находятся в природной среде и это для них не надо им эти маточники заглядывание туда это я сейчас заглядываю кстати я делаю очень неправильно я надеюсь она вроде рядом не ходит она пошла кушать и поэтому я и сильно тут не это сам грязными руками своими тут не завоняю глубина ямы где-то метр где-то даже больше метр наверно в этом камерка наверно как-то там расстояние сгладит но вот глубина и больше метра а внутри ну да надо сухой земли дорывается под угоном вниз идет ну по-любому сила тяжести заставляет вниз яму спускаться вряд ли он там будет кроль стоять на задних лапах чтобы вырасти вверх вылезть ну суть в том что она успела за ночь сделать гнездо полностью обустроила при этом видите ну даже слышь соломы нету травой кормим сейчас так она ну сена нету она тупо своими этим пухом заложила но теперь будем надеяться что да что не будет сильных дождей не понял фонарик сдох вот будем надеяться что не будет сильных дождей у нас и вообще все пройдет нормально и крольчатки через месяц выскочат оттуда и вывелут жить яму целом не витаха спрашивает кролицу сукральну говорю это хану то что что говорю это хану конечно можно я только за но дело в том что она приучена то к этому самому к ямному содержанию боюсь что у нее первая кровь не получится помнишь брал у тёщи знакомые брали вот опросили одна кролица ну непонятно без гнезда без ничего их а вторая кстати нормально а та которая первый раз плохо привезла привела на вторую этот самая кровь нормально уже было все но у нее уже в голове психика перестроилась в клетке пожила хуже было помнишь они не хотели маленькими рить норы прошло месяцев пять пока у них проснулся инстинкт я уже и лопатой помогал подгонял и что только ни с ними не делал но в конечном итоге сейчас уже то отогнать невозможно землю видят сразу роют они все там живут толпа большая вот поэтому будем буду следить место отличное такое именно для это реалити-шоу жизнь королей в яме буквально метровая глубина я надеюсь я не упорю это все движение своими тут заглядываниями и она кролицы их не бросит не в принципе на знают мы ходим к ним постоянно хозяева у них знатные эти сказочные горошки так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пожелайте удачи кролицы с ее новыми крольчатами и вот наглядно можно будет посмотреть как в норе строятся эти маточники как растут крольчата вот все это мы увидим в ближайший месяц все подписывайтесь на канал всего доброго